всем привет сегодня я хочу показать вам как создать глобус вот подобного формата то есть где будут страны выдавлены относительно центра с небольшим рандомом это вот так вот выглядит очень красиво можно сделать оформление новостей и вообще очень много где можно использовать подобную землю если у вас есть друг цилиндрическая развертка карты векторе она выглядит примерно вот так вот то в принципе первая часть урока можете проматывать потому что я буду рассказывать про то как достать вектора свободном доступе в интернете каких преобразовать для работы в cinema 4d потому что развертки типа меркатора и многие другие они могут не подойти для этой задачи поэтому нам нужна именно цилиндрическая развертка правильная для того чтобы скачать правильные вектора нам нужно зайти на вот этот сайт natural earth.com перейдем папку download здесь возьмем среднее разрешение детализация зайдем в культурал здесь как раз есть всякие дороги страны аэропорты отмечены нам нужно вот конкретно это download countries то есть загрузить страны я уже загрузил и еще выйдем обратно зайдем психикал там же и скачаем в разделе сетки bounding box тоже мне выкачан уже далее нам нужно будет программа кюгиз эта программа бесплатно распространяется в интернете очень советую ее использовать если вы работаете с географии с геоданными с картами с планетами и так далее сейчас мы запустим принципе очень много вещей которые я делал с картами я сделал не без помощи этой программы выводил вектора выводил растры редактировал все это было сделано там потом выгонялась cinema 4d и там уже по-разному анимировалась рендерилась так далее добавлялась всякая красота в том числе от шейпы зданий подобной работе это вот красногорск где живу вот тоже шейпы были выгнаны векторами и вы выдавлены уже в cinema 4d здесь даже небольшой вот видно рельеф местности тоже была выкачана карта специально по высотам этого региона и подогнана именно вот под этот участок то есть вот это прям честная геометрия земли ну чуть менее детализированная конечно чем на самом деле но тем не менее вот здесь вот возвышенность здесь вот падина реально все как есть наша программа загрузилась так теперь откроем я уже те архивы которые я скачал я уже их распаковал заранее поэтому сейчас я просто их вот здесь вот открою так вот админ countries шейп файл открываем его двойным кликом и вторая папочка это bounding box шейп тоже мы открываем bounding box помещаем ниже так и двойным кликом открываем свойства и простую заливку открываем и здесь без обводки было то есть нам в принципе водка здесь не нужна и в bounding box это же обводка нам не нужно это племени теперь в принципе здесь сразу же открылась в той развертки географической которая нам нужно это цилиндрическая развертка если нужно можно поменять свой сок проекта развертку на другую ну данном случае нам нужно конкретно это но я вам показываю что в принципе вот система координат здесь вот этих систем очень много то есть можно вы меркатор поставить все что угодно и у вас это все деформируется в правильном положении так теперь чтобы отсюда вывести шейпы нам нужно открыть проект создать макет карты назовем ее там земля так у нас открылся бланк карты кликаем сюда добавить но добавляет новые карта в макет хорошо сказано ладно вот и у нас сразу поместилась эта карта если вдруг вдруг у вас относительно вот этого и рамки она куда-то съехала можно вот этим инструментом и и подвигать приблизить поменять масштаб здесь вот масштаб можно уменьшить увеличить в данном случае у нас все хорошо сейчас мы ее выведем вектор сохранить все это нам не надо сохранить так он сохранил формат sbg sbg это формат который cinema 4d не понимает поэтому нам понадобится еще иллюстратор вот мы в иллюстраторе открыли sbg вот там наши страны все их вида единственное что при выводе из куча мусора пустые строки можно сразу просто выделить и удалить чтобы она там сильно не создавала пустых слоев вот так все теперь остался баунинбокс и шейпы сохранить как меняем на иллюстратор и какого-нибудь более старую версию ставим чтобы это хорошо переварилась cinema 4d так вот у нас иллюстратор просто перетаскиваем особо да и все смотрите все нормально вот у нас россия выделялась отдельно почему-то антарктида в принципе пускай антарктида остается я иногда удаляю так у нас вот баунинбокс слился месяца с остальными шейфами мы его отделим сейчас выделим точки выделим точки которые коннектятся с этим боксом и сплит делаем вот он отдельно теперь у нас есть отсюда мы его удалим все правильно а вот эти можно в принципе сейчас слить в один вектор и мы ее можем сразу сместить вот сюда центр теперь создаем плейн это у нас будет поверхность земли разместим вот так соотношение вот этой стороны вертикали и горизонтали в баунинбоксе цилиндрической развертки один к двум поэтому если мы делаем если у нас высота будет 400 сантиметров то ширина должна быть 800 а вот этот бокс мы подгоним просто под эти же параметры здесь вот поставим 800 здесь 400 вот они у нас сравнялись теперь вектора мы пока скроем здесь добавим сегментов возьмем деформатор wrap и теперь чтобы у нас искривление чтобы центр будущей сферы у нас был в центре координат мы сдвинем относительно центра нашу будущую поверхность и этот мы тоже сдвинем так теперь раз у нас получился цилиндр заходим в object здесь вместо цилиндрика цилиндрик оставил сферикал вот у нас получилась сфера но она вот не замкнутая сверху снизу получилось для этого мы вот здесь ставим минус 90 а здесь ставим 90 вот у нас получилась сфера и эта сфера по цент в центре системы координат стоит все правильно создаем ну для удобства так это мы отсоединяем и все наши штуки так ладно потом это мы потом сделаем так сейчас мы выдавим наши страны это пока скроем этот тоже чтобы не мешался вот наши страны заходим Extrude он выдавливает все это вот таким образом здесь получаются какие-то не очень красивые ангоны сейчас мы это исправим во-первых сделаем вытавливание поменьше допустим 5 сантиметров вот это более приемлемая вещь во-вторых кап так мы так не будем строить мы настроим ангоны вместо ангоны поставим квадратики и активируем и размер все таки попробуем один сантиметр можно можно даже как-то так у нас какие-то ошибки но надеюсь это исправится сейчас так мы подобрали Extrude в принципе пока можем отсюда их вытащить дешейку и сейчас параметр возьмем мограф fracture там мы поместим сюда и explode signals взяли мограф рандом вот он так все это разрушил. Нам нужно только по одной оси, чтобы было рандом и, допустим, два сантиметра, совсем небольшой. А теперь мы вот этот фракчер прямо вот в экструд и поместили. Он выдавил одну страну, точнее, это даже не страна, это Антарктида, для того, чтобы он их все в нужную хиерархику включить и тогда он их все выдает. Как видим, ошибка здесь была исправлена, потому что там были слитые точки, фракчированных разбил и теперь здесь нету слитых точек и все достаточно правильно показывается. Отключим шейдинг, посмотрим. Можно даже рандом чуть побольше сделать. Три. можно, в принципе, делать капсы, то есть сглаженные поверхности на этих сторонах, но там нужно будет достаточно аккуратно это делать, чтобы у вас ничего не подвезли баги. Так, в принципе, этот bounding loss нам не нужен, пока мы его ставим, выключим. Так, а вот эти вещи, прям вместе, random, extrude, fracture и shape наш сольем, сгруппируем в один файл. Поместим его сюда. Так, и сдвинем относительно нашего плейна вперед, чтобы они из него как бы чуть-чуть выглядывали. Ой, не то. Вот так. В принципе, пока можем выдавливание отключить, что-то у нас чуть-чуть побыстрее двигалось. Ну вот, как-то так. Вот у нас на этом плейне все наши страны. Теперь заготовленные в раб мы помещаем в родительский объект всего этого дела. Эти точки не обращайте внимания, их при рендере не будет. Так, вот у нас все эти страны на глобусе располагаются. Ну, нам остается только включить экструд. Как видите, все выдавлено, все правильно. Продолжение следует. на этом этапе я думаю урок можно завершить дальше что с этим делать это уже вопрос творчества как вы это заанимируете как вы зарендерить и так далее принципе внутри вот этой папке экструд который создал где у нас рандом и всякие мограф эффекторы можно там анимировать все это пейнами и любыми другими модификаторами